Снимаем эту дверь, закрываем? Да, можно закрыть. Вот так будет, свежее. Где свет? Так, это прогревался светом. Не снимай пока. Нормально. Я такого еще не встречал. Всем привет. Поздоровайся с подписчиками. Салют подписчиков. Добро пожаловать в Киев. Киевский вокзал. Одно из самых грязных мест города, наверное, как мне кажется. Раннее утро. Добрался до Комфорт Тауна. Тут живут мои друзья. Это вы можете помнить по предыдущим моим влогам. Раннее утро, никого нету. Сейчас я буду приводить себя в порядок. Потому что буквально через два часа у меня уже встреча с Левсяем. Мы будем делать какую-нибудь татуировку. Ну а пока покажу вам немножко Комфорт Тауна. Отличный жилищный комплекс. У меня он очень нравится. И я очень рад, что у меня есть такие друзья, у которых я всегда могу здесь остановиться. Здравствуйте. Привет. Привет. Закройте на Мишка. Привет, Мишка. Спички. Красная свечка. А сколько тут комнат? Всего? Сейчас скажу. Ну, если эти считать за две, то вот эти две и еще три. И все олдскул? Нет, есть один жилищный. У нас чувак, который делает, ну, все. Он может сделать все. А так все, да, только traditional. Ну, а этот traditional отличается, да, у каждого? Ну, у каждого у нас, ну, по-своему он так представлен, так сказать. Ты так вот всегда сразу рисуешь? Ну, при клиентах? Да. Ну, обычно да. То есть заранее не готовишь? Ну, у меня бывает так заранее, конечно. У меня есть скетчбук, если что-то там вдохновляет человека, или ему прям сразу нравится, а то можно и сразу наколоть. Если хочет, чтобы я нарисовал, так не проблема. Он сразу и видит, как происходит рисунок. Это как мне, блин, я тебе рассказывал, вроде. С какого-то салона обратились, давай, говорит, мы вам сделаем бесплатно, а вы нас во влоге покажите. Я говорю, ну, покажите мне мастера какого-нибудь, да? Я с ним поговорю, схожу, что мне надо. Он говорит, нет, вы просто, говорит, картинку нам принесите, покажите, а мы решим, кто вам ее набьет. Я говорю, ну, как мне, блин, центральную картинку скачать и вам принести? Он говорит, ну, да. Я говорю, нет, ребята, извините. Конечно. Конечно, блин, за салон такой, да, я сейчас, в 40 лет буду картинки из интернета скачивать, блин, каким-то клоуном давать, блин, колоть. Это местный ваш сунек Сниклаева? Нет, это он не местный, он какой-то всеукраинский, у них отделение якобы по Украине. Ну так. Я не буду говорить, как он называется. Кружечка моя тут живет. Сколько ты лет уже бьешь? Нормальных, наверное, лет 5, наверное. А ненормальных? Ненормальных больше. Ну тогда был такой алкоголический угар, татуировки кентам и в соответствующем состоянии. Сейчас как-то так все наладилось. А в этом салоне сколько? Ну, не знаю, около 1,5, наверное, да. Меня пригласили, я естественно согласен с этим. Этот процесс называется вырезание. Это хипи сумка собачья, я ее так называю. Но она же там живет? Ну, она, да, путешествует в этой сумке. Массудка специально для собаки. Ну да. Dog pack. А чем тут эти корзинки все рисуешь, которые на стене висят? Такой я люблю видный. Тут специально классный производитель. Голландский, по-моему. Как он называется. Всем советую. Классная вещь. Нужно мешать цвета, нажиматься, если хочется добиться какого-то более винтажного лука. А вот с этой вот, ты рисовал его правильно? Или только ты? Ну да. А там распечатал или тоже рисовал? Да, да. Общий друг октябренок распечатал. Ну, собственно, я готов. Ты можешь, скажи, как попасть к себе в студию? Прийти. Надо сначала написать мне в фейсбуке, Лев Селевсяевичу. Сказать, чувак, я хочу попасть к тебе на татуировку. Я скажу, когда приехать в Киев, если это вдруг ребята не из Киева. И прийти по адресу Вильгель Макатарбинского, 22. Новое название. Раньше эта улица называлась Кравченко. Вот прийти и сказать, что околи, а я наколю. Денег много брать надо? Конечно. Нужно сначала накопиточку. Ну, желательно уточнить заранее денег, но у меня много как. Ну, естественно, что это не дешево. Хорошие татуировки стоят больших денег. А очередь большая, Ким? Очередь огромная. Граммюра, и все. Не, ну очередь есть, конечно, для этого и нужно писать заранее. Ну, желательно заранее. Радость колхозника из Агрогулага. Слава КПСС, блин. Кто-нибудь колет такие? Нет. Нет? Или ты сам принципиально не колешь? Нет, я наколил с удовольствием. Это смешно, типа. Общался в этом... Нет, не в этом году. В прошлом году с чуваком в трамвае ехал. Мы как раз с природы ехали с колечем. Жарко, мы полразъедшие. И чувак все смотрел, смотрел на нас. Потом заговорил. Уточнил про татуировки, типа, поинтересовался. А потом свои показал. Он ему на груди такие два кота с бантами в шляпах. Кайф вообще. Вот такие выгребшие. Вот такой показывает. А вот у меня. Мы смотрим, да, кайф. Прикольный чувачок. Ну, такой, типа, без понтов, а просто, да. Нигересомался. Высказал свое, типа... Ну, не понимает, нахер я сейчас молодежь себе все это колит. Зачем все молодежь колит. Я его попытался объяснить. Вроде он понял. Но у него, конечно, мнение особое по этому поводу. А у вас, смотри, у вас вот это... Все, получается, по договоренности бьют? Бьют? А, бьют? Да, тут уроки. А, типа, ну, с клиентами, мол, как и все дела имеют. Да, у нас нет администратора. Там была твоя клиентская база. Ну, тут не такой салон, что пришел Петя с улицы. Я хочу татуировку. Сел в очереди, ждет. Ну, такого нет у нас, нету. Ну, ему предложили, да, там, каталог с розочками. Типа, вот, выбирай бабочки. Нет? Такого нет. Ну, каталоги есть, вот там, могу дать посмотреть себе скетчбук свой. Оттуда, там, приезжие иногда какие-то клиенты выбирают. Ну, там нет, такой-то у нас каталога с розочками, трайблами, нет. А телки приходят сюда забиваться? Конечно. Ну, не стрёмно, а такие нормальные, да? Ненормальные приходят. Недавно приходила к нам мисс Блонд, Украина, по-моему, 12-го года. Очень симпатичная и приятная вообще не парышня. Равнейшая в гост. Она, что-то, там, какую-то программу по телевизору вела. Ну, равнейшая, она приехала с мужем с ребенком, муж подождал ее, типа, на улице. Она, что-то себе наколол, он не у меня, у Власа, одного из наших ребят. Уже готова. Сейчас еще на улицу выйдем, снимем. Ты помнишь самую ужасную татуировку, которую ты здесь делал? Самую ужасную татуировку. Блин, ну это было давно. Я все тогда ужасные татуировки делал. Она живая еще, самый-самый, мрак. Когда ты проснулся, ты думаешь, ебать. Ну, я делал tribal чуваку такой. Я думаю, да, жив он, наверное. Я ему рассказывал, что, чтобы только сделать татуировку, я только учился, я ему впаривал, мол, чувак, посмотри, как у тебя бицепс играет. Ну, и всякую такую депуху. Ну, он повелся. Ну, он остался доволен, в принципе, это такой человек, что ему изъединиться. В смысле, классно. А самую... Есть какая-нибудь татуировка, которую ты, блин, сделал и прям вау? Ну, она вот прям вот... Ну, если сейчас вспоминать, то это номер один из того, что ты сделал. Есть такая вот навскидку прям? Нет, наверное, не вспомню. Надо думать, надо тянуть. Ну, а картинок, кое-прямо, которые выбивает, нету, наверное. Ну, наверное, нет. Мне все нравятся по-своему картинки. Просто, что ты по своим картинкам делаешь, и они все тебе, естественно, нравятся. Что-то прям особенное-особенное, не могу выделить ничего. А есть чуваки, которым ты делал мрак когда-то давно-давно по семье, и теперь они к тебе приходят и справляют? Справляют? Нет. Есть люди, которые приходят ко мне просто и показывают, смотри, чувак, помнишь, ты мне делал? Я скажу, да, чувак, помню. Ну, мы вместе смеемся и делаем уже нормальные татуировки. Ну, другие. А те на память остаются. Вспоминают о своих ошибках, а я о своих. Вот и сделали татуировочку. Сейчас мы на улицу, я вам ее покажу. Привет, меня зовут Паша Ливси. Это моя собака Мишка. Посещайте студию Вичвуд Тату по адресу Вильгельма Катарбинского, 22. А когда ехать? Как доехать? До станции метро Лукьяновская и чуть-чуть пешком. А тебе татуировки кто делал? Ну, это кто угодно. Сам себе делал? Сам себе, да, испортил левую ногу. Ну, честно, я не хочу. Не хочу. Ну, вот всякий ад тут. Ну, тут же часть ребята мне перекрывали, а тут огромного размера якорь и там черепа страшные. Повод для смеха моих друзей. Тебе понравилась моя татуировка? Ну, скажи что-нибудь. Ну, скажи. Понравилась тебе моя татуировка? Подписывайтесь на наш канал. Западайте им. Продолжение следует...